Сначала задают вопросы нам. А, хорошо. Начнем с того, что вы просто скажете. Что лично для вас, для каждого этот фестиваль значит? Для меня лично значит очень много. Для меня это вообще святое место, потому что здесь крестился мой отец. Потому что меня сюда тянет. И потому что это связано с именем моего отца и с памятью о нем. Я не знаю другого такого намольного места, где вы так, несмотря на то, что отмечают в разных местах нерождение отца. То есть долго не отмечали. Но сейчас отмечают в Москве. Но здесь отмечают всегда. Я знаю, что я здесь нахожусь в своих близких людей. Близких водок. Есть какая-то уже разница чувствовать между первым и вторым фестивалем? Почувствовали? Народу может быть больше приехало? Я почувствовала. Разницу. Вы знаете, у меня первый фестиваль больше устроил. Почему? Мне первый фестиваль больше устроил, потому что они были больше по теме. Хотя у них была одна песня Галича, а вторая песня была своя. Но они четко шли по теме о том, что говорят у всех и у каждого. И они, это как бы цитата из отца, я говорила о том, что говорят у всех и у каждого. И вот они этой всей задачи как бы придерживались. Сейчас немножко было в сторону. То есть, ну, исполняли какие-то песни, но не всегда именно по тем, о том, что болит. А я считаю, что в наше время это очень важно. Исполнять о том, что болит, да? Потому что у нас сейчас, мы живем в такое время, когда хочется вспомнить слова отца. И не спеши, еще так долго путь, не сможешь стать оружием, станя родим, но докричись хоть до кого-нибудь, хоть что-нибудь оставь на память людям. И я считаю, что это очень важно. В детстве я воспитывалась на хорошей литературе. Я очень рано начала читать. И примером для меня гражданского мужества был всеми забытый, хотя вот здесь лежит подарочек, кто может взять, как, я имею в виду, не писатель, а примером мужества и человеческой, так сказать, защиты человеческого достоинства человека был Владимир Владимирович Короленко. Потому что я с детства знала о Молданском деле, о деле Бейлиса. И я знала слова отца, которые, когда я это прочитала, была совсем маленькая девочка. Он мне сказал, что задача поэта не просто писать, а вот обязательно участвовать в жизни и быть, как бы, человеком, который стоит между властью, между людьми. И должен защищать не столько власть и не указывать ей, а просто, как бы, направлять ее и говорить о том, что делается внутри народа. Вот Владимир Владимирович свой долг исполнял. В наше время, как-то, кроме Владимир Владимировича Сахарова, я не узнала, есть у нас движения, они более хаотичные. К сожалению, у нас таких движений нет. Хотя в стране у нас, здесь вот я даже взяла специально, специально вот для вас, я хотела сказать, что здесь у нас многие люди, которые работают со студентами, знают студентов. Также я работала со студентами и могу отметить, что мне пришлось работать довольно, ну, сколько, ну, 4 года в Сербии преподавать, я вела курс. Я, это недавно было. Я делаю большое отличие, к сожалению, между нашими и теми студентами. Они больше интересуются историей страны, они, конечно, были в экстремальной ситуации, многие попали под бомбежки, когда подмели Югославию в свое время детьми, и они как-то обостренно воспринимают то, что происходит в стране. В связи с этим, вот, недавно мы сейчас переименовываем праздники и, значит, защищаем правление одних царей, меняем мнение о других царях и правителях. Я вот просто хотела... Сейчас. Просто то, что писал папа. Полмира в крови и в развальных век, и сказано было недаром, как ныне сбирается вещий Олег отомстить неразумному Хазару. Эти звенящие медью слова мы все повторяли ни раз и ни два, ни раз и ни два, ни раз и ни два, ни раз и ни два. Но как-то с трибуны большой человек воскликнул с волнением и жаром. Однажды задумал предатель Олег омстить нашим братьям-хазарам. Приходят слова и уходят слова. За правду и правду вступают в права, вступают в права, вступают в права, вступают в права. Сменяется правда, как вот теперь снег, и скажем, что кончилось муты. Каким-то Хазаром, какой-то Олег за что-то отпустил почему-то. И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. Он в нашей стране применяется вполне, и в вашей стране применяется вполне. Я хочу сказать вот это об отношении к истории, о том, как меняются взгляды. Некоторые, конечно, исторические взгляды трудно переосмыслить, трудно как бы... Ну, факты остаются фактами. Но можно и фактами фигурировать в разные стороны. Ну, единственное, что можно сказать, что молодежь нашей истории просто не знает. Она просто не в курсе того, что делается у нас. Делалось, делается... Если вы спросите, предположим, про Брежневские, даже времена, казалось бы, совсем недавние, то она тоже ничего не знает. То она также ничего не знает. В отличие от этого, я хочу привести один замечательный факт. Два года назад отмечался день рождения Януша Корчика. И меня неожиданно пригласили на посольский прием. Отмечались там все были. Приглашены все посольские. Я не знала, что существует в Москве такой посольский дом приема. И, значит, я неожиданно получила тут приглашение. Ну, вот это было связано, потому что у папы есть пойма-кадыж, да, да, корчики. Когда я туда пришла, значит, я пришла, приехала туда со студентами, они выступили, они прочитали там отрывок из кадыша. И там есть такие слова. «Вам разрешено остаться корчик». И все, абсолютно, но не было ни одного человека, который бы... Он же и сам пишет, что так бы хотелось, чтобы это было что-то. Естественно, что это, так сказать, фантазия автора предположила, что вот такое могло быть. Ну, и что, конечно, корчик не остался. Все так... Все укладывается, кроме этих слов. То есть эти слова есть в поэме. И когда я закончила свое выступление, вышло два посла. Один из них встал на колено, поцеловал мне руку и протянул копию приглашения. Не приглашение, а копию бумаги, на которой было написано господина... Вон, не корчик, правильно? Не помнишь, как правильно? Януш. Нет, 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 нет. Корчик, фамилия у него... Ну, мы сейчас запутаемся, не будем говорить. Ну, вообще-то пишется книга. Книга нет. Януш Корчик, но у него... Гольфштейн, по-моему, его правильная фамилия. Нет, ну, я тебе говорю, потому что я просто звезды буду записать. Потому что написано Якову Гольфштейну, в скобках Корчику, предоставляется, предоставляется право остаться в Варшаве жить и продолжать свою работу. То есть у них действительно была такая возможность, да? Нет, это на самом деле, оказывается, было. Папа это предположил. Мы все думали, что это догадка. У меня копия лежит этого приглашения. Это не приглашение, это разрешение на проживание в Варшаве. Понимаете? И поэтому я хочу сказать, что поэт, то есть не обязан, но поэт, если он очень хороший поэт, он предвидит такую ситуацию. Провидит. Провидит. Потому что для меня это было полной неожиданностью. Стал весь зал и стал аплодировать. Потому что мы как раз читали вот отсюда, отрывок, понимаете? Вот такое вот совпадение, не совпадение, а предвидение. Вот об этом я хотела сказать. Ну, а... Чего? Нет, я потом буду говорить. Не то-то-то-да. Я не буду прерывать. Нет, я просто хотела сказать, что вот для меня это тоже я теперь храню. Конечно, я пока никуда ничего, свой архив не сдаю. Водку Высоцкий я тоже не знаю, Галичи я не собираюсь сдавать. Притом, что папа тоже, ну, правда, конечно, я читала от него. Водку тоже мог бы выпить. Не в этом дело-то. А дело в том, что вот как бывает. Вот о чем я хотела сказать. Когда от тебя исключили, еще до исключения, здесь вот сидят у меня два моих товарища, тогда они были совсем молодыми мальчиками, но они были очень умными мальчиками, потому что один из них, ты сейчас кандидат, уже не кандидат, а профессор, наверное, ты? тогда он был еще молодым кандидатом, но он расскажет свою историю, как он провожался. А они были очень такими, время несколько иное было в те годы, они очень, так сказать, на фестивале, который открывали, закрывали, они участники этого фестиваля. И эти фестивали знают только из рассказов отца, и только потому, что мне была оставлена ручка Некрасова. Многие говорят, он вез с собой, ты ничего подумал, у меня дома лежит. У меня дома лежит эта ручка, исполненная в серебре, копия Александра Сергеевича Пушкина, подаренная Некрасовым. Хотя с Некрасовым у меня была потом смешная история еще в школе. Это я просто хочу сказать, что этот фестиваль организовал тогда человек, который сел в лагере, Александр Яковлевич Макаренко. А фестиваль я знаю об отце. И, конечно, на меня, на мою жизнь огромное влияние произвело то, что полтора года я осталась с ним. И с ним я жила до 13 лет. Пока мама вернулась, она уехала от 300, пока они вернулись в Москву, пока она уже с мужем, они разошлись давно. Желаю с мамой. И еще такое приятное впечатление вот из детства. Из детства у меня самое яркое впечатление, у меня такое два впечатления, они довольно смешные. Первое впечатление, значит, то, что, как я помню отца, мое впечатление, значит, у нас была очень маленькая комната, она была узкая, метров 8, при том, что половину окна в комнате закрывала стена другого дома. хотя квартира была большая, пятикомнатная. Это были еще тогда семейные как бы анклавы, как-то теперь можно сказать, бабушка, дедушка, папин брат женатый, и моя тетя тоже замужем, то есть пятикомнатная, и папа со мной, и с мамой. Потом я папа с мамой, и с нянькой, которая спала на кухне, Акаши, который меня крестил два с половиной года, потому что до этого вообще в семье крещеных не было, все были не христи, как говорила моя Акаша, и когда я, девушка болтливая, пришла и рассказала о том, что была в красивом доме, видела красивые картины, и голову мне макали, и дядя пел о хренье, хлеб нож насущный, то все поняли, что, ну, Акаша стал позор, и сказала, а вы что, хотите, чтобы я с ней охрестись не делала? Вообще-то я по папе Александре и крестили меня Александр, Алена называла меня папой, ну, так вот, вернемся в ту комнату, где я открывала в своих глазах полтора года, и видела, что я видела, видела стол большой, письменный, теперь он же, наверное, как традиция, что стала говорить о всех писателях, подземнала, он по подзеленым таки абажуру, на самом деле, подзеленым абажуру, и склоненную кудрявую голову, моего отца, он так и гулял со мной, когда Акаша не могла, и часто гулял, потому что мы ходили на пудрявшие пруды, которые все время пытались переименовать, но не переименовали, пианические, но это не прижилось, название, никогда, ни в какие годы, весь народ, живущий там, всегда, всю жизнь назвал их патриаршем, мы ходили туда, он писал, я играл, все было замечательно, однажды, мы приели домой, и пришла к этому времени бабушка, она была в вождь, и спросила, ты кого привел? он сказал, ну кого, Алёна, ты посмотришь, что это? Ну, конечно, что это? Это было все в земле, в песке, потому что папа занимался делом, а я занимался своим. То есть писал постоянно, получается? Абсолютно, он писал все время, как только закрылась Арбузовская студия, во-первых, я должна сказать, что он был учеником Станиславского, и у нас большой портрет Константина Сергеевича висел, он хоронил Константина Сергеевича, был его любимым учеником. После этого он перешел в другую студию, он уже перешел, но об этом, обо всем можно прочитать в генеральной репетиции, а вот то, о чем расскажу я, вы не прочитаете, потому что долго я с ним жила, и так как я часто, к сожалению, болела, то, а дом был так, вот комната, она была вся в книгах, только что на потолке не было, книги были над моей кроватью, книги были в уступе, вот перед моей кроватью был такой уступ, там стояли книги, вот так стояли книги, с другой стороны стояли книги, перед окном, где там место было, стояли книги, письменный стол, папа, ну, значит, на окне книг не стояло, но книги, то есть, я открываю глаза, видела, папа и книги, папа и книги, поэтому я очень рано начала читать, я очень рано начала читать, И вообще девушка такая была, ну, как вам сказать, достаточно балкливая, поэтому и рассказала про крещение. С отцом она связь поддерживалась, даже когда он уехал на аэропорт. Я уже тогда переехала к маме, она получила квартиру по актрисе Малого театра. Отчим у меня был тоже замечательный человек, народный артист Аверин, они работали в Малом театре. Но переехала я недалеко, на улицу Станиславского. Памы же получила, построила, не получила, построила квартиру, это называлось она 2-я аэропортовская, теперь это улица Черняховского. Но когда что-нибудь случалось, я, конечно, мчалась туда, потому что воспитание отца, оно сказалось на том, что я человек была достаточно свободолюбивой и независимой. Вот был такой смешной очень случай, когда моя бабушка взяла меня, на дачу у меня некуда было деть, на дачу к Безыменске, был такой комсоморский поэт Безыменский, если ты помнишь, да? Я была совсем еще небольшая, это, ну, сколько мне там, лет 6-7 было. Это случилось тогда, когда застрелился Хадеев. Ну, за стол меня сажали, я умела держать вилку, ложку. Я сидела в разговоре, участвовала, то есть не участвовала, а сидела, слушала. И там все, конечно, осуждали Хадеева, говорили о том, что он имеет, что не имел права так поступить. Я сидела, 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 а потом сказала, простите, пожалуйста, но у меня другое мнение. За столом все упали, просто упали, а потом все говорили, хокотали, говорили, у дочери Гарчева уже, оказывается, есть свое мнение. И второй случай тоже, я просто рассказывала так смешные истории, когда уже в 10 классе я окончала, успела кончить 10, а не 11, как потом ввели по 7 метров, разбили, проходили творчество Некрасова, повторяли, ну, перед экзаменами же по литературе повторяли. А я, читавшись книг, на слушающих всего, встала, к вам подошли мои ребята и сказали, «Алена, сорви, пожалуйста, урок, никто ничего не знает и не помнит». При том, что школа у меня была замечательная, но в основном все хотели учиться в технических вводах, гуманитариев было совсем немного. Ну, сказано, сделано. Значит, начинается вопрос творчества Некрасова, я поднимаю руку и говорю, Николай Аксевич Некрасов был замечательный гражданский поэт, но при этом он был ужасный человек. Он обворовал Огарёвых, он был картёжник, он был шулер, глаза у учительницы по литературе. А, нет, он, да, он некрасиво поступил с панариумами. Ну, в общем, выложила всё, что я успела прочитать. И Вене в карты проиграл, да? Что? И Вене в карты проиграл. Да, нет, нет, я сказала, что он был игрок, он был шулер, что-то. Ну, я сказала, я подвела итог, я сказала, но нельзя ещё курсинг, говорю. Нельзя творчество и личность сравнивать вместе. Вот как поэзию мы должны воспринять, как человека нет. Ну, значит, учительница тут же сорвалась, она была красная, урок был сорван. Ну, чего я и требовалась. Вообще, сорвали все уроки, нас отправили домой, а я пришла домой, записи там сделали в дневнике, записи вызов немедленно родителю. Ну, я пришла домой, я жила тогда, теперь это Леотевский переулок, тогда это был переулок Станиславского. Я жила во дворе дома Станиславского, там, актёрский дом, где мам шла, я же уже так с ней жила. Значит, положила я дневник, она спросила, в чём дело. Я сказала, ну, никак ни в чём. Рассказала Некрасова, кстати, у неё тоже держала книжка из музея Малого театра о Некрасовой. Это не только было, так сказать. Но она считала, что я не читаю, но я её, конечно, прочитала, я её об отцею, а отца очень много знала. Он мне всегда это говорил, что творчество и человека соединить не надо. Потому что там происходили ссоры, примирение с Нагибиным, которую я, кстати, очень любила и всегда переживала эти ссоры. Ну, вот он мне говорил, Юра особенный человек. Я его люблю по-своему, даже несмотря на то, что мы ссоримся. Очень мама прочитала эту замечательную запись в дневнике, и сказала, ну, а теперь звони своему отцу, с которым она не разговаривала ни разу, после того, как они расстались. И пускай он и идёт в школу и отвечает за твоё воспитание. Ну, что делать-то? Я позвонила отцу и говорю, па, приди, пожалуйста, завтра. Он к скольким? Ну, вообще, вставал он рано. Актерская привычка у нас, где других может поздно, но достаточно, наверное, где-то полдесятого он станет, потому что к одиннадцатому репетиту нужно прийти в себя. Я говорю, ну, к второму руку веди, что ли, там первый раз математика. А он сказал, ну, хорошо. Школа у меня находилась рядом, рядом вот с мосоветом. Вот такая арка, она идёт сразу. Это теперь нулётецкий, он рядом с мосоветом. И когда меня спрашивали, какой школе ты учишься, я говорю, в школе там, напротив здания, где разбомбили большевиков. Это так ему и есть по истории. Папа пришёл в школу, я его встречала. После, значит, первого урока я торчала внизу. Внизу ещё раньше были такие комнаты, где давали замки были такие. Люди, ну, нянечки. Я смотрю, идёт мой папа с цветами и с тортом. Я говорю, ты куда идёшь-то? И хотела забрать у него торт. Я надеялась, что сейчас урок сорвётся, торт, мы сидём. А цвета ушла, она пускай отдаёт. Он сказал, нет-нет, я пошёл в учительскую. Проводи меня, пожалуйста. Я его проводила в учительскую. Дальше мы сидём в классе, и никого нет. А кто-то из ребят запернул в другой класс. А там тоже никого нет. Мы так прошлись по школе, нигде никого нет. Но из учительской идёт, ну, как сказать, такой достаточно громкий женский смех. И, ну, в это время ещё не играл на гитаре, и пианино у нас стояло. И, значит, слышу голос отца, который распевает под пианино. Потом, значит, вижу нашу Дуню, это наш нянечка, которая бежит в магазин. Ну, как, понятно, зачем. За спирт? Нет. Дальше мы поняли, досидев до часа дня, мы спокойно все разошлись. На этом инцидент был закончен. Вот такая вот история была. То есть я уж не знаю, как он их там и чем он их уложал. Ну, то, что они попали, вот его обаяние, и вот урок был действительно, так сказать, вообще во всей школе был. Во всей школе не было. Там набился у этого учительства, мы уходили, там уже с младшей класса учителя уже стояли в дверях. Так что все кончилось очень даже замечательно. А какие же это годы? Ну, как, ну, какие годы? Как ты понимаешь, школы кончились в 62-м году. 60-61-й. Самое, вот теперь, нормальное. Да самое хорошее время. Вот так что я очень даже удачно попала. А как вы считаете, у нынешнего, сегодняшнего поколения есть шанс попасть под это обаяние? У нынешнего, сегодняшнего поколения, если они научатся думать, они, к сожалению, встречаются со студентами, я имела несчастье после Сербии преподавать здесь, в Москве. Даже не преподавать, а доводить курс в Афгике. Потому что там такое случилось несчастье. Курс набирал один, он умер. Потом Виталик Соломин взял этот курс, который я очень хорошо знала. Мы жили через телку с его братом, с Юрием Фольчем и дружили, а Виталик был студентом, а я была в школе. Ну и трястись с нами, конечно, и влюбленность была, и как-то знакомство. Это были... Я ходила в основу Щепкинское участие, потому что мы сочи работали в моем театре, я ходила на все спектакли. Но случилось так, что Виталик неожиданно умер. У него просе стало два года, и после Сербии меня просили довести этот курс до конца. Я вам скажу, большего ужаса я в своей жизни не испытывала. Я столкнулась с тем, что у меня было 10 бесплатных, и тоже не очень толковых, и 20 платных, просто наглых, необразованных, и желающих выйти на подиум или в какой-нибудь сериал, человек. И когда мне предложили остаться там, я сказала, спасибо, я лучше доплачу. Но я никогда здесь не останусь. Я смотрела другие курсы. Более-менее как-то благополучно, правда, по старинке выпускается в Щепкинском училище, но они хотя бы у них хорошие преподаватели по остальным предметам. В свое время я преподавала в университете, когда вот Миша, извините, я его так называю, Миша менее кончал этот институт, я пришла, я там тоже преподавала, это уже, да, это еще было до преподавания дальше, я еще в театре работала. Там был очень плохой состав. Когда я пришла, еще был приличный состав, и студенты были приличные. Но чем дальше я, так сказать, набирала курсы, тем курс становился студент, потому что появлялись платные, платные, платные. И образование как-то сводилось к очень низкому уровну, и кончилось дело тем, почему вот я потом попала в Сербию, а потом в Альгик, где как бы это продолжилось, кончилось тем, что когда, значит, ну у нас вот есть кафедры, на кафедре ты должен сказать, что ты делаешь на будущий год, у меня, я как раз выпускала курсы, и должна была набирать новый. Потому что у меня особенно, так как я уже предполагала, что я должна делать. А там были еще курсы, мои еще сдавали экзактные. И, значит, каждый педагог говорил свой план. И вот вышел педагог по литературу, по драматургии, по русскому, это же обязательный предмет, который сказал, значит, начал называть там Арбузову, Розову, другие, значит, фамилии. Но оботься, конечно, речи не могло быть. И тогда я все-таки спросила, хорошо, но в начало века попадают такие фигуры, достаточно крупные, как Андреев и Горький, театральные фигуры, и пьеса Леватого стола. Ну, пьеса, как Леватого стола, конечно, можно оставить. А пьеса Горького нельзя ни в коем случае оставлять. Это же очень плохой писатель. Я вытрашиваю глаза и говорю, как плохой писатель. Я говорю, как плохой писатель. Его признают весь мир. Я играла его пьесы. Самый, самый, кстати, он ставим, ставимый. А его играть легче, чем Чехова. Он из нот Чехова нужен. Я же играла. Я же долго была. Горького ставил больше, чем Чехова. А потому что его... В мире я имею в виду. И в мире ставят. И он доходчивый. Чехов там сложенный. Ну, это чисто, это как бы, я говорю, чисто актерский. А потом он просто прекрасный писатель. Он и писатель, и драматор прекрасный. Ну, значит, так произошло. Почему я туда ушла? Происшел такой инцидент. Она мне заявляет. Вам не стыдно, дочери диссидента? Это уже было. Говорит такие слова. Я говорю, да. Я говорю, нет, нет, это уже было в перестроечные годы. Я говорю, вы знаете, мне, дочери диссидента, не стыдно говорить такие слова. А вот вам, дочери палача, ленинградцев, Кузнецова и прочих. Она Анастасия Германовна. Это был такой, сейчас вспомнила фамилию, который расправился, Лупантин, который расправился со всем обковым партией, который спас Ленинград. Ну, нормальные люди. Кстати, вышел тогда журнал «Звезда». Тогда читали очень много. И студенты читали. Я говорю, а вам должно быть стыдно. И сказала, спасибо, до свидания. Вот такие вот истории. Но все равно это было связано с тем, что, с воспоминанием об отце. Потому что это вам не сидело, понимаете. Это уже никуда я его брать не могла. И, конечно, мне тяжело, что я редко бываю на могиле, потому что это далеко и дорого. И, конечно, каждый год я бегаю к доске, которую своими же силами восстановила. То есть не восстановила, а поставила. Есть еще время? Две минуты от него. Дело в том, что когда я восстановила отца, значит, первого восстановили свои писатели Борисовича Пастернака. И об этом было написано перед новогодней горитис. Ты помнишь, где-то числа 30 декабря появилось в 88-е, что ли? 88-е, да, декабрь 88-е, что, 89-е, я восстановила. Декабрь 88-е было восстановление Бориса Леонидовича Пастернакова на всех правах его. Ну, уже посмертно. Мы отмечали Новый год, я работала двумя актером, была Маргарита Александровна Эскина, замечательный человек. И там отмечали все. У нас был Новый год, очень много было актеров. И был Леон Клемов, который тогда восстановил в Союзе кинематографиста. Я к нему подошла и сказала, вы знаете что, у меня такая просьба, я хочу положить заявление о восстановлении моего... Я почему-то решила, что они прогрессивные. Что хочу восстановить заявление о восстановлении моего отца в Союзе кинематографиста, чтобы вернуть все права. А что Леонидович мне сказал, Довольф Сеевич, я говорю, зачем надо, он уже умрет. Я говорю, а дню мне надо. А это вам надо. Вы должны свои грехи искупать. Вот так внимательно на меня сматка посмотрят. И вдруг очень по-человечески сказала, слушайте, Алена, я вас понимаю, вы правы. Приходите. Я пришла, положила это заявление его заместителю. И потом, значит, каждые две недели я туда названила. И каждые две недели мне говорили, что оно переложено, что оно там еще на каком-то секретаря. В общем, короче говоря, 12 мая мои друзья, такой есть документалист Двинский, Володя и всем известный Вселотшиловский, тогда мы очень дружили, мы делали вечера вместе и дома. Звонили мне по телефону ночью, и орали в трубку, что мы тебя поздравляем единогласно. Мы его восстановили и все, и будем проводить вечер. А все, и в писателе, все было очень быстро, и я пришла туда, но там был просто секретарь один замечательный человек, который всегда всем помогал. Вот он сразу помог мне, он помогал и хоронить. Когда умирали писатели с женой, и помощь вывела материально такой Володя Савельев, не очень известный поэт, но поэт и хороший человек. И вот он мне как-то это помог хорошо все это сделать. Я просто другую хотела сказать. А после этого мы решили, что раз у нас так все замечательно в нашей прекрасной стране, и что мы теперь идем, у нас новая весна и новая артипель, значит, мне очень захотелось повесить доску, там, где, откуда выехал отец. Я с этим обратилась тогда к заместителям начальника культуры, был мой приятель, актер, Саша Ушаков, сейчас я даже не знаю, чем занимаюсь, ушел он из политики. Я к нему обращалась, ну что мы это в одну минуту сделаем, конечно, все. Ну а дальше началось, а дальше он мне за это знаешь, что, требует разрешения из моспроекты еще откуда не испортить стену летом, а там рядом мои друзья знают, висит доска, там и Симонову висит доска, и Лаконфраткину висит доска, там много висит досок, потому что испортить там нечего, там где попа, там не висит с той стороны. Ну, в общем, короче говоря, получила отказ. Ну, девушка упрямая, начинала все-таки долбить, долбить, долбить все эти организации. И ты долбилась до Конгресса русской интеллигенции, которую Сергей Филиппов возглавляет. Не Филиппов, правильно, бывший. Все правильно говорит. Вот, значит, они написали письмо, они меня поддержали, потому что я проводила вечер, когда у нас был такой вечер покаяния, 88-й год, по поводу воды войск Чехословакии прошло 30 лет. 30 лет, да, 30 лет, и первый вечер рогаличий, 30-летие годы, такой день покаяния, но там получилось, что некого вести было вечер, объявляют послов, а у них много чего надо говорить, и никто из писателя это не решился, так как они подошли, все равно же, как бы, петербургский романс написан с тем, что можешь выйти на площадь, и на площадь вышли шесть человек, об этом все забывают, именно с петербургским романцем, и шесть человек и забрали, но вышли они, потому что накануне была, напевка только вели, пап написал, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, но меня и пригласили, а тут еще, значит, я вроде как говорю нормально, я могу объявить без опинки этих послов, бумажки так, но объявляла этих послов, все они там каялись, все это все проходило, то пошли наши, и наши тоже все каялись, и говорили, что они тоже хотели выйти на площадь, что они в душе, да, и в общем даже собирались письма, и что, и обмороки у них были, ну, когда кончился, перед, в конце вечера поблагодарил всех, мне сказали, что я знаю только трех человек, еще шесть, которые вышли на площадь, три человека, которые официально заявили протестом, был мой отец, это был Максим, это был сын, отец Максима Тривошейва, еще один журналист из Известий, которые все были исключены, вот такая вот история, вот так вот мы, это тоже, опять же, потому что я говорила, об истории. Понятно. Теперь бы я хотела бы друзей ваших спросить. Да, конечно, я уже ваше ваше воспоминание об Александре Галича. Какое-то яркое воспоминание. Знаете, очень яркое воспоминание, когда Александр Галич, ну, во-первых, самознакомство, вы понимаете, тут есть такой, момент когда входишь в дома отечественной интеллигенции до раньше всегда был иконостас народ же был далеко не весь верующий прям скажем да и но иконостас дома был такой служеницын сахаром галич высоцкий пастернат мы там на выбор цвета его ахматов то есть это тоже иконография своего естественно да то есть красный угол и там вот не битлсы висели да вот вот это вот висел и ты входишь в дом уже видишь на это мы с тобой типа 1 1 веры не типа это лишнее слово это мы с тобой 1 веры и когда знакомству сказали что у меня было это очень трудно объяснить сегодня таких людей нету чтобы понять да вот что это живое вот это живое вот есть голос наплетки там это физически это вот вот так он про тебя все говорит и про них тебе все говорит им про бытие твою прожить и куда надо идти кстати вот во всех языках мира и во всех философии пилинский это указующий пути указующие пути и русское слово путь этот пути санскрит наполняться соединяться и вот песня как путь это во всех языках мира присутствует я сейчас не хочу на этим распространяться у меня будет лекция если вам захочется сможете послушать и поэтому вот когда говорят это наша путеводная звезда пушкин и красава в действительности это повторяется само слово языка то есть в языке это слово как путь песня певец поэт это уже существует и как говорят древние все философии для чего нужен певец он указывает пути развития и слове развитие уже есть ведь и я ведь и вот это развитие и поэтому для меня этот человек был не человеком скорее и говорить о нем как о человеке мне очень трудно сегодняшний позиции да я могу сказать но когда было знакомство для меня совсем человек и со всеми вытекающими уже последствия то есть каждый ушах вот что он говорил что он делал для меня это было колоссальное событие я думаю что я не уверен что в истории это может повториться когда-нибудь хотя спираль никто не отменял да вот это вот и говорят что сейчас спираль она закручивается быстрее да то есть какие-то этапы повторяются когда период становится меньше да между вот этими событиями но очень трудно себе представить когда человек значил бы столько и для нас скажем существование галича существование сахарова кстати они были очень близких отношениях детства таких дружеских и их существование это было как бы не некий щит ты знал что есть такие люди поэтому ты можешь делать вот тут и тут и тут и потому что есть они представить на сегодняшний день это что там какой-то демократический союз за тебя там пойдет или еще какая-нибудь ерунда ты на них споришь на демократический союз естественно там особо людей ты не просто не вижу но вот когда есть человек который вот человек это человек который больше чем человек это передать невозможно и вот это наверное самое такое вот сказать сильное впечатление когда я пришел в этот дом на черняховского естественно да и когда эта фигура с таким самое интересное когда вот этот густой голос кстати у него не на кушнике густота этого голоса вот густота постановка то есть густота этого голоса когда он уговорил я просто сразу наслаждался музыкой этого голоса его убедительностью ты понимаешь что этот голос он говорит тебе больше чем ты вообще способен воспринимать чем-то каком-то таком физиологическому уровне и вот это вот самое первое впечатление было потрясающе и конечно русский барин вот это причем не барство это совсем другое а именно русский барин и такая уверенность в том что он делает и в том что за ним стоит правда и я думаю что даже вот состояние самого общества на него еще наводила вот эти обязательства определенные знаете вот началось все дело с печенки а потом а потом пошла писать то есть его держала уже муза ему даже знаете если бы он даже хотел уйти от того что он делал уже не позволит уже вся ситуация не позволила бы туда никуда даже свернуть колея мытью он шел замужем он не был как революционером там баррикадник ничего подобного это был поэт а это в общем то это больше знаете государство строят императора певец как говорили древние и поэтому на нем на таких людей держится гораздо больше чем мы себе можем представить особенно для россии поскольку мы народ как недавно михалков сказал замечательных народ фольклорный мы не рады народ закона народ фольклорный и я вспомнил фразу василия сирозного обожаемого философа русского когда он сказал весь мир живет по законам а мы русские живем по пословицам и поговоркам и вот это вот фольклорность и то что у нас наш главный герой это иван дурак указывающие пути кстати который решает тупиковые с точки зрения линейной логики задачи парадоксальным поэтическим путем вот это русское представление и вот за ним вот то что на нем лежит такая ответственность не то что он знал потому что у него в этом атлант не приснилось что я на плечах у меня шар земной и болит у меня спина и уходу по ней тоже и вот это вот ответственность да поскольку он глубоко сам литературный человек и в этом смысле он почвенный человек на него весь этот груз и вся напитанность русским при русскими представлениями и он понимал насколько он не просто живет что на нем есть некая ответственность и от него чего-то жду но самый интересный момент когда александр аркадич мне не поверил что был слет помнишь володя оборудят браке валера варвара браке делал составе единственным не тогда два года назад и валяна браке замечательный человек правозащитник отсидевшие семь лет уделя и валера делать слет галича в лесу 1000 метам было наверно это был семьдесят второй год по-моему ли 73 вот что такое и в одной из первых наших встреч да и я ему стал рассказывать на этот слет и он позвал глядь не широкими сюда ангелина николаевна или все звали груши у меня язык не поворачивается и называть груши она мне все время говорила я не уже не можем хочет подобор и он будет нюши ну-ка иди сюда будет тут такие байки рассказывают расскажите еще раз честное слово там еще какой-то народ честное слово был слезы хоть сколько там народу ищет под две наверх то есть он не мог поверить что где-то поют его песни там за за галича три года давали сразу это 91 91 91 статья советская агитация пропаганда то есть галича находит трешка получит это даже 80 летом году один челябинский корреспондент получил сохранение лебединого стана цвета и и собачьего сердца богатую те же три года вы 88 прошу это было да журнале знамя этот продукт полночка для сравнения из агарича оттуда ну саша ну что вы такое говорите ну году 2000 человек поют все и вот это вот в открытую а как они поют на две тысячи человек никто не сможет даже я не могу на две тысячи спеть вообще чтоб меня слышали александр короче паркать там сцена там прожектора микрофона он ха 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 и все там тоже к чему я говорю что круги определенные совершенно не пересекались это поразительного понимаете я говорю а как же он будет как же там кто электричество провелся как и присутствует танковый аккумулятор танковый аккумулятор люди приносит это слет это все отлажено это все известно и вот чтобы прямо в микрофон и вот это пили это вот он все разносился города и вы что-то так перебри я что-то пил вы за что вы пили бы не сказал вот это вот это вот я пил он говорит ну-ка ну-ка споите пожалуйста я там не там была переделка ложь не было трудная жена среди всех прочих вещей а маршала не лечили я писал маршал дни не сгноили в славках а лечили в славках я вы извините этом словом меня у меня на поле наверное можно и так и на одном следующем концерте где он меня на который позвал он спел ее и маршала лечили в славках и я так счастлив было гордиться в моей редакции то есть это вообще в действительности о феномене так таких людей можно рассказывать бесконечно долго если а куджаву очень уважали но для меня вот чувство считает александр аркадьевич это чувство метафизическое как бы непосредственно защищенности никакого отношения конечно не имела но ты знаешь что вот есть такой человек и сам искать и это теперь уже и конечно колоссальная образованность колоссальная и я все время говорю о глубине языка галича которого который воспроизвести вот его диапазон этого языка который в нем присутствует вот патетического псалмического гимнического там такого сякого сего и вплоть до крема петровича и лагерного вот этого причем не не матерного хотя иногда он эти слова употребляет даже не замечаешь потому что они настолько уместны из и жену его и старуху мать чтобы молчала для понимаете ты понимаешь что это он не ругает а чтобы это вот такая вот это язык мясо языка в этом в этом нету как бы ругань это и тем более что это актерская вещь это от лица другого персонажа естественно идет и вот это мясо языка галича мы сегодня с вами владимир владимирович как раз на эту тему говорили у него плотность языка потому пешком ходить можно понимаете на этом языке можно стоять а под нас это плоть языка и кстати в русской азбуке недаром сказано азбуке веди глаголе добро есть живет земля и же как и люди мыслят наши он покой рцы слова твердь вот для нас для русского человека слова это твердь и если у нас нет тверде слов если у нас нет политического языка нет поэтов на котором которым ты испытываешь такое отношение наше дело печальное потому что мы всегда стояли на этом русский человек человек слово конечно и александр качевым сквозь не был конечно большой славян афим